приветствую вас друзья юрий диаген история двух абсолютно разных людей которых объединяет одно они оба являются отцами образы не являются даже собирательными за жизнью похожих людей я наблюдал достаточно часто у людей изначально были абсолютно равные возможности но воспользовались ими каждый из отцов по-разному по-разному каждого из них воспринимают по прошествии лет их сыновья один всегда считал что у него есть свобода распоряжаться своей жизнью все что он выбирает его личное дело алкоголь сигареты это его выбор когда его сын рос он не стеснялся курить и выпивать рядом с ним он позволял себе крепкое слово проводил время с похожими людьми он без уважения относился к своему физическому телу и по молодости это не сильно проявлялось второй себе не позволял вольности в присутствии сына он забыл про мат вредные привычки в присутствии своего ребенка он понимал что мотивировать на силу можно только своим примером и бесполезно объяснять ребенку что надо быть сильным если ты сам слаб телом и духом он старался чтобы ребенок был бы в компании только достойных людей и делу для этого все с раннего детства брал сына собой на тренировки знакомился спортсменами людьми реального дела первый отец в присутствии сына мог жаловаться на жизнь обвинять в своих неудачах любые обстоятельства кроме своей лени он мог обвинять жену в том что она мешает ему работать в присутствии ребенка устраивал грязные семейные скандалы он пребывал в иллюзии что если обвинить других своих неудачах другие это поймут и примут их отношение к нему изменится второй отец ни при каких обстоятельствах не позволял себе даже намека на скандалы в присутствии ребенка как бы не было сложно на работе сетовать на жизнь в присутствии ребенка нельзя никаких попыток оправдаться волю в кулак сложности это рабочий момент их надо преодолевать чтобы ребенок не видел отчаяния которая нередко подступала жизнь сложна а если в семье были разногласия не решались без присутствия сына без грязных оскорблений первый отец с возрастом потерял возможность совершать качественные рывки в делах и в личном развитии он выбрал комфортненький уровень обычного обывателя старые привычки пустили корни тело дрябло круг общения остался прежним не менялся качественно как и рабочий уровень он не был совсем уж плохим человеком но стал человеком невыразительным не способным заряжать других и самое главное сына на серьезные дела было понятно что впереди будет точно такая же жизнь медленное угасание второй же на месте не стоял качественные прорывы были достаточно часто с боями не без этого но жизнь была наполнена движением и сын видел это восхищался энергии своего отца из готовности выслушивал его советы у сына с детства появились сильные бытовые привычки имея которые сложно оставаться человеком слабым и серым я очень надеюсь что несмотря ни на что у первого отца сын вырастет достойным человеком и я уверен что достойным человеком сын вырастет у второго отца вы не можете быть сильным примером для других если вы не уважаете себя свое развитие свое стремление недалекие люди считают что их личный выбор как себя ставит по жизни многие считают что они имеют свободу не развиваться и деградировать пить курить не тренироваться жаловаться на жизнь не понимая что тем самым они являются примером слабого поведения для своих детей и близких примером безответственного отношения к защите к будущему кто не уважает себя поступает как предатель по отношению к подрастающему поколению где нет уважения там нет энергии если отец не уважает себя он не уважает будущего подрастающего поколения являясь примером слабого поведения и такой человек не может рассчитывать на то что его дети будут уважать его в будущем быть сильным находиться в движении не прикасаться к слабости тренироваться это не твой личный выбор это твоя обязанность свободы не развиваться у тебя нет и быть не может если ты не предатель по отношению к будущему своих близких